здравствуйте здравствуйте дорогие друзья рада вас приветствовать на своем канале меня зовут софия я очень портозависимый человек не эксперт не коллекционер просто любительница поболтать обсудить с вами парфюмерию и сегодня у нас специфическое видео во всех смыслах во первых у меня перегорела лампа которая давала нормальное освещение я не уверена что я выпущу это видео ну то есть я попробую смонтировать попробую сделать более-менее нормальный свет посмотрим друзья это конечно удар удар и очевидные по финансам и по моему очень не неорганизованному режиму съемок я обычно собираюсь снимать много снимаю мало поскольку мало времени во первых технически я правда не очень понимаю что из этого видео получится во вторых лази заболела три собаки три кошки будут постоянно нарушать все на свете не очень жалко вот а еще видео необычное те что это видео по запросу а у меня есть телеграм-канал в котором мы можем с вами обсуждать парфюмерию вы там какие-то неактивные ну ладно хорошо написал немного людей в этом как ты себя не проявляете вы просто смотрите читаете как будто боитесь задать вопрос как будто задайте что-то написать задать вопрос давайте общаться в том числе в телеграме я буду стараться отвечать на все ваши вопросы на все ваши запросы и вот в телеграм-канале ссылка на него на тельма да боже мой боже мой в телеграм-канале был запрос на видео про мужские парфюмы ну давайте скажем так про мужские парфюмы на осень и на зиму и я подобрала для вас большую подборку лазь ты мне подобрала для вас большой подборка друзья я сделал вот что я посмотрела если те парфюма которых я буду рассказывать в магазине рандеву магазин рандеву вот этому магазину можно доверять если вы еще не не так не абсолютно вошли в парфюмерную тему и сомневаетесь может быть там подделки какие-то может быть вы слышали это какие-то подделки в этом магазине подделок нет совершенно точно и в инфобоксе друзья будет целых два промо кода которые дают скидку а эта скидка суммируется еще с другими скидками которые все время есть в магазине рандеву очень долго говорим я распечатала целый список вот обидно будет если я все это дело запишу на монтаже ничего не получится ничего ничего не получится и потом придется еще раз это все рассказывать неизвестно как то при амбула тем не менее сейчас я сразу флаконы показывать не буду я люблю болтать поэтому ждите 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 мы с вами приходим здесь общаться друзья да и кстати вот вам большое спасибо за все за лайки за комментарии за поддержку за поддержку во всех делах начиная от парфюмерных заканчивая спасением животных и скажем даже не так начиная со спасения животных и заканчивая парфюмерии преамбул я не думаю что есть прям вот мужские парфюмы и женские парфюмы есть парфюмы которые звучат более маскулинно может быть более феминно может быть есть парфюмы которые универсальны для всех и об этом можно говорить бесконечно вот это вот унисекс вне гендерные все так 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 но есть некоторые стереотипы но есть некоторые стереотипы которые условно обозначают все-таки какие-то запахи как более мужские как более женские я постаралась выбрать для вас парфюмы которые не должны по идее вызывать сомнения в тех кто не хочет пользоваться например женскими парфюмами или парфюмами которые могут быть интерпретированы как женские мои друзья мои любимые друзья дорогие друзья носят парфюмы любые разные те которые звучат на них красиво но мы об этом сейчас говорить не буду мужская 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 подборка я вам рассказываю я вам покажу свою точку зрения на мужские парфюмы и опять же я поскольку все-таки утверждаю что у меня нет экспертного мнения и не буду говорить о каких-то известных раскрученных парфюмов которые считаются мужскими но которых у меня нет я могу оперировать только теми парфюмами которые у меня есть с одной стороны но показываю я вам не все а покажу только те которые считаю уместными осенью и зимой на холодное время года при этом я в начале видео скажу что без затеста какие-то парфюмы брать опасно ну во первых цена большая во вторых можно ошибиться то есть то что нравится мне или например то что нравится моим друзьям то что хорошо звучит на мой вкус на наш вкус на ваш вкус может звучать не очень интересно очень красиво может быть вы ожидаете от парфюмов какого-то определенного звучания она вот в данном конкретном парфюме не будет так проявляться все возможно это мои за скобки вынесли и все-таки надо начинать итак друзья мы начнем с ортопаризе ортопаризе квоиум я по-латински буду читать название этого парфюма без ламп это все так некрасиво он был в кожаной одежке я с пожарного я его описала как австралийского пожарного там страсти мордасти все на свете вот без затеста нет в магазине рандеву есть 11 900 я так понимаю без скидок за 50 миллилитров но он есть в магазинах его можно потестить сравнить цены если дешевле в рандеву то можно взять если я когда пришла первый раз где это было это был риф гош по моему там стоят они и какой-то мужчина с консультантом что выбирали парфюме гря вот не хотите вот это послушать он послушал он скривился боже мой как уже он скривился как такое ни за что я думаю ну и зря мужчина вы отказываетесь от этого парфюма это это что у нас парфюм экстракт да это парфюм это парфюм а это значит что одного пшика достаточно от 2 пшика это мега достаточно на весь день то есть вот если вы вам понравится этот парфюм и вы потратитесь то вам этого парфюма хватит надолго я вот кстати подумала не надушить ли мне вот эту одежку кожаную парфюма мы набираем положить в сумку и тогда у меня австралийский пожарный бы все время в сумке даже и вот дальше дальше что же ганимет если вы немного смотрите какие-то парфюмерные видео если вы немного ориентируетесь как-то вот на на эту тематику вы наверное уже слышали много плохих слов про этот парфюм если вы не в теме есть два парфюма которые ругают вот на чем свет стоит обвиняют эти парфюмы в том что они пахнут перевязочными хирургическими сцоматологическими и так далее а поэтому опять же я буду говорить что без без затеста не берите если есть возможность где-то купить маленький отливантик покупайте отливантик либо слушайте где-то в магазине но из блотера да она кожу нанесите идите прогуляйтесь и дальше вы решите да или нет для меня например ганимет пахнет покоем каким-то знаете олигархическим достатком гармонии не стоматологии не стоматологии ни в коем случае без скидки ганимет стоит 16 900 но вот за такое ведро такого ведра если вам понравится конечно ганимет такого ведра вам хватит надолго про ганимет я рассказывал миллион раз и не знаю что рассказать он на самом деле вне гендера он не несет никаких элементов какого бы то ни было гендера но при этом вот на мой взгляд он он гармоничен во всем но и и я знаю огромное количество людей в том числе моих друзей которым нравится ганимет из люди которым он так скажем интересен но не более того если люди которые просто хейтит хитит но при этом вот что обидно хейтит не только не столько сам парфюм но и людей которые носят этот парфюм и считают что это красиво эта тема другая совсем тема другая мы как-то начали с вами с дорогих парфюмов тут и будут будут очень бюджетные парфюмы я никаким образом не классифицировал вот эту вот подборку здесь не будет принципа только люкса потом ниш или ниша потом люкс хаос я я за хаос так следующий парфюм на сумато на кстати говоря вот у них один и тот же парфюмер и там и там и там и там я не сказал как называется парфюм баранда а парфюмер который не указывает ноты но ты нужно угадывать самим в магазине рандеву стоит 10 400 и это тоже у нас а это экстракт парфюм то есть тоже очень 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 стойко то есть не надо пугаться что это 50 миллилитров что мог я очень быстро вы ее все на себя нет но может быть не два пшика окей может быть целых четыре пшика но это надолго это очень теплые очень такой укутывающие и вся алкогольный парфюм в общем я баранду каждый раз слышу по-разному начинала я ее слышать после всех-всех-всех ковидов как очень тихий спокойный домашний древесный парфюм постепенно сейчас я слышу этот парфюм громче алкогольных нот я слышу там больше но должна сказать вот что вот каким-то таким вот пьяным ореолом пьяным каким-то пьяный какой-то атмосферы разгульной атмосферы для меня этот парфюм не обладает то есть он ну вот давайте я я буду использовать некие клише в этом видео стереотипные может быть представление то есть если вы хотите куда-то выйти развлечься сходить в ресторан в какой-то бар я не знаю встретиться с друзьями хотите чтобы от вас пахло как-то роскошно 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 все в нашей голове если мы считаем что парфюм пахнет роскошно значит так и есть если кому-то не нравится наш парфюм я не отношусь к людям которые считают что парфюм может повлиять на судьбу что вам заметят и вас полюбит например а потому что вы в каком-то парфюме что вас повысит потому что от вас пахнет карьерным ростом нет нет главное чтобы парфюм как-то влиял на ваше настроение как-то влиял на ваше состояние чтобы вы понимали что вы пахните приятно с вашей точки зрения вот я так буду сегодня провозглашать я надеюсь что это не очень радикально следующий парфюм это не шане а давайте я еще скажу что конечно я вот буду вам говорить про магазин рандеву и что-то я буду советовать вам смотреть в магазине рандеву но если вы уже немножечко в теме вы понимаете что где-то можно купить в остатках вот я например купила остаток в флаконе чем очень довольна парфюм не шане вулонгча он дороговатый он стоит 13000 за 50 миллилитров но друзья это тоже экстракт де парфюм это тоже очень стойкий парфюм я его я его тестировала немного в теплое время года и я его очень хорошо поносила зимой зимой для меня там были прям такие звенящие прекрасные радостные цитрусы носите зимой цитрусы зимой носить можно и нужно но вот сейчас на мой нос этот парфюм имеет абсолютно какой-то такой вот маскулинный маскулинный характер это не что он грубый а это значит что он очень такой вот по маскулинному привлекательный ну вот я не знаю как сказать короче говоря послушайте а слушайте у многих парфюмов у многих парфюмов из этого списка есть пробнички магазине рандеву тоже можно воспользоваться этим в общем не шане вулонгча на мой взгляд вот он сейчас постоял на мой взгляд он довольно универсальный можно носить круглый год и он такой знаете на работу вот его вполне вполне можно надеть так следующий парфюм следующий парфюм это редкость и снятость это джон варватас и это дарк рыбал у меня тестер без крышечки так дарк рыбал это что у нас это перец кожи стирокс ель ваниль касториум табак акигаловут можжевель древесные ноты и и друзья вот я давно давно охотилась на этот парфюм лайфхак если вы не видите парфюм в наличии например в магазине рандеву наживайте нажимайте нажимайте врагов не нажимайте врагов нажимайте на кнопку сообщить о поступлении дальше расслабляйтесь но посматривайте на почте вот однажды я нажала на кнопку я очень хотел этот парфюм потому что его очень многие хвалили и не зря на мой взгляд я знала что это снятость и в общем надежды не было особой но но я нажала на кнопочку и на какое-то время забыла вообще об этом парфюме вдруг мне приходится общение товар появился в наличии в продаже я прям через пять минут нажала на кнопку оформить покупку все 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 купила довольно очень здесь довольно такая концентрированная он не очень может быть стойкий хотя я не помню что это у нас какая концентрация он не прям супер стойкий но он дает настроение там очень такая пряная насыщенная очень темная слива слива с которая тяготеет к черносливу туда древесные ноты и табак слива в табаке слива дымная очень очень красиво но 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 вот допустим dark rebel нет снят и тогда можно нажать на кнопочку но при этом есть марка джон варватес которая представлена я не знаю эту марку то есть я не знаю всех тех парфюмов которые там есть я подозреваю что для тех кто ищет классические однозначно маскулинные парфюмы вот dark rebel вполне марка сама соответствует ожиданиям меня честно говоря заинтересовал парфюм джон варватес фомен они все в красивых таких флаконах вот такого типа только разное оформление флаконов короче говоря там очень интересные пирамиды может быть я когда-нибудь я в сторону этого парфюма посмотрю в общем джон варватес маскулинные парфюмы классические можно спокойно брать если вам не нужны эксперименты если вы экспериментов никаких не хотите а вот эксперименты хороши если если вы доберетесь до парфюма хамдани парфюм с деморли хамдани насколько я помню что у нас как-то отсвечивает синим а так черный хамдани насколько я помню я могу ошибаться это было по моему лошадь пророка одна из парфюм который некоторые называют изолентой гудроном чем угодно я покупал в остатках но остатки такие хорошие что пишут про этот парфюм восточные древесные да так алибанум мира верхних нотах средних гвоя гвоздика пряность и мед что делает парфюм слегка слегка сладким кожа стирекс папирус табак бензоин сандал и что важно на рандеву есть пробнички можно попробовать стойкий очень громкий очень такой знаете ли вызывающий на работу нет однозначно поликлинику нет однозначно на свидание не знаю но если такая вот эти мужская встреча старых друзей пойти куда-то в пап пойти на спортивные какие-то соревнования видеть ну не участвовать а болельщикам да там орать что-нибудь такое вообще вот что то такие мальчиковые игры это вот очень хорошо очень хорошо девочка тоже хорошо но это как будто бы мы шоктом говорим потому что сегодня про мужские узкие исключительно мужские парфюмы которые я всегда показываю когда я говорю об осенних парфюмах и когда я говорю о мужских парфюмах и когда я говорю о мужских парфюмов которые мужчинам отдавать не надо надо пользоваться самим опять же об этом об этом скобка это жван шипи вот такая вот фляжка симпатичная жван шипи аромат для мужчин то есть вот прям для сегодняшнего видео и восточные древесные 98 года то есть если вы такой мужчина солидный и не хотите идти на поводу в современных парфюмерных течений то вам можно обратиться к этому парфюму даст мандарин тархун розмарин базилик они с нероли нероли дарение герань и ландыш ваниль миндаль бобытонка бензоин и кедр за 50 миллилитров но не в таком вот вот в таком картинка будет здесь за 50 миллилитров вы отдадите 4000 или около того без моего промокода с промокодом я думаю еще и меньше будет очень красивый очень согревающий и на самом деле вот он вне времени вне времени я думаю что его нельзя обвинить в том что он старомодный что он звучит как что любят говорить блогеры старая школа нет и еще один парфюм который всегда показываю в осенних но в качестве зимнего я тоже уронили крышечку крышечку уронили у нас тут знаете ли все по простому все все как-то не пафосно вот я думаю что и на зиму будет парфюм хорош согревающий это селектив селективная двойка селектив 2 от арк коллекшн ну да написано что для мужчины для женщин мужчины не напрягайтесь не напрягайтесь нисколько женщины тоже не напрягайтесь все хорошо так карамель ну вот я не думаю что карамель должна мужчин напугать потому что мужчины часто может быть не всегда но часто сладкоежки какой мужчина от карамельки откажется камень корица пачули кофе кофе а там такой кофе мускатный орех белый кедр амбра где-то четыре с половиной тысячи вы отдадите вот за такой флакон и там есть отливатики то есть если тоже не хотите рисковать не знаете что он восточный может быть он не подойдет возьмите отлива наберите отливантов разных вот так мои друзья часто делают всем друзьям передаю привет набирают отливантов а потом уже можно определиться из из вот этого многообразия всякого разного можно что для себя выбрать так а дальше мы движемся в сторону парфюма о котором а мало говорят его мало показывают но я не понимаю почему он прекрасен он с одной стороны должен был бы быть классичным и отчасти он классичный с другой стороны он абсолютно современный а в третьих он очень очень бюджетный и на рандеву он есть это карл лагерфель вот в таком интересном флакончики не очень видно а он такого знаете зеленый синего бутылочного цвета то есть флакончик прозрачный это капсула вуди так восточный древесный 8 года парфюмер оливье крест так-то на секундочку и якобы пирамида очень простая слива и дубовый мох я в пирамиды не верю я пирамидам не верю я думаю что пирамида богаче но в любом случае здесь есть древесные ноты есть ноты которые делают это эту древесность более объемный и не такой грубый и за счет сливы как мне кажется эта древесность смягчается во-первых это очень оригинальный флакончик и друзья стоит это все 3 500 вот ну вот я смотрела сегодня иногда цены меняются и цены давайте признаемся себе честно цены если если не говорить о скидках цены только увеличиваются вот на сегодняшний день по крайней мере карл элгерфельд вспомним прекрасного мастера стоит 3 500 я считаю что это очень хорошо так мы движемся дальше и мы не уходим от карл элгерфельда но мы сейчас берем пострадавший флакончик это карл элгерфельд классик вот такой вот а мышка бежала хвостиком махнула все упало и вот здесь вот было такое колечко по колечку собственно можно определить этот парфюм вы видите да вы тоже и к сожалению колечко отвалилась отвалилась и потерялась вот этого тоже восточный древесный и парфюм номинирован как мужской девушки девушки вы поняли семьдесят восьмого года и можно было бы опять же подумать что это ретро и я так и подумала кстати когда парфюм только пришел мне показалось что это все-таки вот такая старая школа но парфюм постоял и прежде чем я как-то одумалась ну годик он наверное стоял а потом все случилось верхние ноты альдегиды которые я якобы не люблю тахун который кстати есть в живаншепи мускатный шалфей бергамот лимон зеленые ноты и это только верха чем старше парфюм тем богаче у него пирамида в базе амбра ваниль и мускус и дубовый мох и а нет нет я вру средних нотах табак сандал корень ириса пачули роза кедр и жасмин а в базовых нотах амбра ваниль мускус дубовый мох и бобы тонко и там есть то что не заявлено но то что я слышу во первых я слышу здесь коньяк ку мягкий такой кубойки такой бархатный я не знаю про коньяк можно говорить что он бархатный бархатные какие-то коньячные ноты и я здесь слышу сухофрукты из флакона слышу сухофрукты из кожи слышу сухофрукты на мужской кожи звучит просто невероятно просто бомбически и друзья я вам скажу за 100 миллилитров вот такой вот флакончик но напоминаю что такой вот штучкой это стоит 3 200 3 друзья 200 и это красиво эти вот купите нанесете на себя парфюм вас спросят а что это а вы не говорите что это это классический галгерфельт там какой-то вы говорите это современная ниша то стоит очень дорого и и вам поверят но вдруг вдруг вы хотите чтобы это выглядело именно так говорится что не укупно и найти это очень сложно так а мы с вами друзья продолжаем и мы идем опять же прямо вот по рельсам едем мужской классики и это аберуш и это герлем у меня во-первых тестер во вторых этому тестер уже пошел девятый год парфюмчик настоялся и так это прям вот аромат для мужчин нет нет опять же восточно древесные выпущен был парфюм в шестьдесят извините пятом году даже я даже я еще не родилась что в этом году парфюмер в жан-поль герлен так то верхние ноты лимон розовое дерево это он тоже знаете вот там трехтомник с пирамиды розовое дерево апельсин бергамот лайм танжерины базилик то есть такой отличая летящий светлый искристый очень радостный верх средние ноты роза гвоздика цветок цветок сандал корица почули жасминные кедры в базе знаменитый ваниль герленовская кожа амбра бензоин дубовый мух и лабдану друзья есть разные версии оберужа в магазине рандеву этого парфюма нет я не знаю сейчас есть ли оберуж в парфюмерных магазинах парфюмерных отделах посмотрите ну вот это классика этот парфюм невозможно заподозрить в том что это какая-то новая волна что это модные какие-то веяния если вам нужна красивая мужская классика оберуж либо оберуж лео или у меня нет поэтому я по поводу лео ничего не могу сказать вам оберуж однозначно однозначно да да с костюмом на работу я не знаю в театр в гости к теще везде везде-везде-везде а мы переходим с вами к современным парфюмом к нишевым парфюмом это вот и абсент макс марка бакстон вот он конечно номинирован как унисекс как любая ниша как же пахнет прекрасно оберужем я брызнула это парфюм который заполняет сейчас всю комнату кажется так восьмого года парфюм полынь мускатный шалфей звездчатый анис цитрус и апельсин розовое дерево джасмин ветивера кедра как называется так и пахнет деревом пахнет и абсентом пахнет тоже стойкий красивый вот ну хотя он заявлен как унисекс здесь я бы сказала что он все-таки более маскулинный но он интересный он очень красиво сидит на коже он играет на коже всеми заявленными нотами но бакстон очень интересный парфюмер поэтому присмотритесь если вдруг вы где-то найдете но опять же я бы посоветовала либо от левант либо либо где-то остаток во флаконе насколько я понимаю парфюмы бакстона и переформулированы как-то в другие флаконы разлиты честно говоря я марку не очень хорошо знаю но парфюм вот этот могу порекомендовать следующий парфюм парфюм нелегкой судьбы ну то есть это нелегкая судьба парфюма нарисовался буквально вот несколько дней назад и это серая фланель грей фланелл джеффри бин аромат для мужчин восточные конечно же древесные 70 аж 5 года я уже тогда родилась но все равно знаете ли все равно знаете ли парфюм продается он есть на рандеву он продается вот в таком вот шерстяном я не стала искать этот мешочек в шерстяном мешочке очень стильно очень интересно выглядит за 120 миллилитров этого парфюма вы однодеться 2600 рублей и это по моему еще без всех скидок 2600 за 120 хватит надолго парфюм про мужчину в теплом твидовым каком-то костюме это мужчина скорее консерватор но он модный про модного консервативного но это в моей голове это сочетается он может быть консервативных взглядов довольно таки при этом он одет в модный твидовый какой-то костюм такой и из англии привез себя вот почему парфюм нелегкой суетой моя кошка нанечка иногда чудит и мне не нравится как она чудит она иногда начинает есть то что есть нельзя она есть плетеновые пакеты упаковки какие-то и в последний последний наш случай причем я прячу все пакеты чтобы не дай бог и плачь нанечка найдет она прямо по запаху идет она находит эти пакеты и она нашла торчащий кусочек этой вот пены который заполнил монтажные пены и съела этот кусок пены и когда я уже бежала к этой нанечке уже кусок пены был отгрыз я была в таком шоке я вот это место где торчала пена я залила этим парфюмом то есть я сделала пшиков наверное 20 чтобы просто кошка близко не подходила к этому месту и можем 20 пшиков чем это был вечер и как же прекрасно пахло в квартире этим мужчиной в ту видовом костюме и при этом при этом давайте про пирамид немножко скажем гальбану он начинается зеленью и вот опять же не очень видно зеленое стекло красот про этот старт петит грейн и роли бергамот лимон так ярко стартует а потом ощущение этой дорогой ткани очень теплый очень мягкой фиалка ирис герань мимоза нарцисс шалфей роза дубовый мох ветивер кедра бабы тонкой миндаль когда эти 20 пшиков случились но сначала будут в общем этот вот зеленый старт яркий а потом была вот эта бархатность а потом парфюм стал заслащиваться он превратился в какую-то очень нежную но не не в плане феминности какой-то нежную мелодию в нежную какую-то историю потому что даже самые суровые мужчины имеют право на какую-то слабость на на проявление нежности на все что-то такое и вот я думаю что как раз бабы тонко и миндаль в базе в чем вот если подойти к этому месту сейчас прошло три дня то вот это вот сладость смешанные с чем-то зеленым и бархатным она по-прежнему слышно напоминаю друзья 2 2600 рублей все следующие а мы прям по классике с вами идем тердер мес вот 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 это сношено но еще а до того как я начала пользоваться вот этим вот парфюм был сношен travel там что-то 13 по на 13 15 миллилитров тревеля это эти классика классическая классика классическая классическая классика 2006 года и жан-клод или на парфюмер победитель всяких конкурсах и в седьмом году победил и в общем все на свете если почитать фрагрантику можно выяснить что там конечно мнение расходится если вы не читали фрагрантику ну можно почитать но сквозь фильтр того что все люди разные кто-то ругает кто-то хвалит мне кажется это один из самых прекрасных классических мужских парфюмов есть одно но насколько я слышала насколько я понимаю вот этот парфюм переформулировали как-то там пересобрали и сейчас он звучит иначе вот возможно если вы будете смотреть в парфюмерном магазине этот парфюм то наверное там будут уже новые версии если вы посмотрите на рандеву а на рандеву есть этот парфюм есть шанс того что там все таки будет старая версия но и плюс ко всему там множество всяких фланкеров вариантов этой терры фланкер я не знаю мне нравится вот этот парфюм travel вот я говорил что сносила travel travel а сколько я написала две с половиной тысячи где-то там 13-15 миллилитров и есть за 50 миллилитров можно отдать 5 500 и есть совершенно огромные флаконы какие-то там 100 120 чуть ли не 200 вот друзья эта классика вне времени вне времени года и вне ситуации то есть мне кажется если мужчина пользуется тердер мес то он может использовать в любой ситуации в самой торжественной и в будничной и так далее и мы подходим с вами наверное уже к последнему парфюму это не будничный это специфический парфюм но как сложились обстоятельства все у нас будет последним и это лауда на нера вот такой вот черный брутальный тициана терринзе аромат для мужчин и женщин ну для мужчин как бы вот и в нашей ситуации восточные пряны то есть очень много как вы видите восточных древесных моей подборки восточных прямых я просто люблю это направление 14 года парфюм парфюмер паула терринзе паула терринзе не все любят не рискуйте не берите вслепую магазине рандеву есть от леванта я проверила посмотрела 100 миллилитров вот такой вот флакон стоит около 9000 если вам понравится этот парфюм если вы сшите им пользоваться вам этой сотки хватит надолго потому что три пшика этого парфюма это вот я многопшичница то есть я не церемонюсь не то чтобы я там людей не уважаю но я не церемонюсь с парфюмом я это и хотел сказать я наношу много пшиков внутри пшика лауда на нера это уже многовато а это значит что вам этого парфюма хватит надолго если вы все-таки его выберете и так что там коньяк коньяк согревающий горячий и парфюм горячий на самом деле очень концентрированный его можно прочитывать как угодно хотите прочитывать его как маскулинный окей хотите найти как женщина в каком-то костюме может быть даже с какими-то элементами мужского костюма может быть там будут запонки или галстук гости . сексуально это очень стильно и так отвлеклись коньяк табак амбра полынь розмарин и мирт это зала мед акации он подслащивается это не горечь горькая но это очень-очень полифоничный парфюм очень красиво звучащий отвлеклись кедр тез сандал розмарин ирис красная роза и это в сердце ладан уд вот я не знаю на ут что-то наговаривают и даже я слышала что то такое ну кто сейчас носит ут но кто сейчас делает тут для кого все это делать я нашел делайте парфюмы с утом я буду носить друзья носите вот и никого вообще не слушать никого лапданом дуб камфора лавр ваниль кашмировый мускус мускус ветивер вот прекрасный горячий горячий и как же он красиво звучит в жару но вот это должна быть знаете жара 35 плюс и один пшик 1 и как прекрасно это звучит в холод но когда она вас теплая одежда шарф и вот два пшика как это прекрасно как это приятно друзья вот такая была подборка естественно я вам показала не все естественно я хотела достать лютанцев сказать что вот из лютанцев для мужчин если вы хотите какое-то продолжение давайте давайте продолжение придумаем я готова через какое-то время не сразу я не я не берусь брать на себя повышенные обязательства как раньше говорили но если вы хотите продолжение про мужские парфюмы говорите пишите вот ну лютанцев можно носить да и кого угодно можно носить вот я мысль потеряла я повторяю что я не уверена что я выложу это видео потому что вот как-то случилось случилось техногенная у меня неприятность и вот друзья я вас очень-очень благодарю за то что вы со мной я вижу что вы подписываетесь смотрите у меня есть плейлисты на разные темы и правда пишите в комментариях и приходите в telegram говорить о чем мы с вами можем пообщаться в телеграме у меня практически каждый день парфюм дня есть опросы там еще все подряд вот я я в конце каждого видео говорю вам следующее бегите себя пожалуйста берегите себя пожалуйста это важно важно ваша жизнь ваше здоровье ваше благополучие благополучие ваших близких ваших семей парфюмерия так это не жизни это часть жизни я с вами прощаюсь и в надежде на то что продолжение следует да да а Продолжение следует...